Всем привет! Вы на канале. Поехали с нами. Сегодня у нас обзор зоопарка Кхаокхео в Паттайе. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Вот такая большая территория, мы можем посмотреть на карте. И мы начнем, а там уже не видно, да, гиббон. Сюда приезжают все машины, можете увидеть большая стоянка. И отсюда начинаются экскурсии. Карту можно взять и начать свой путь по зоопарку. Очень много зон, очень много животных. Ну, конечно, скорее всего за один день вот прям все-все не посмотрите, но самое интересное можно увидеть. При въезде в зоопарк и на других территориях вы можете приобрести еду для животных. Такие пакетики, большие, маленькие. И кормить. На этом островке живут белорукие гиббоны. Они специально, островки, огорожены такими водоемами, потому что гиббоны не умеют плавать. И это естественные заборы. Но выглядит прикольно. Гиббоны на этих островках катаются, ходят свободно абсолютно, лазят по деревьям. Но при этом они абсолютно не могут преодолеть никак вот этот неширокий водоем, в котором плавают золотые рыбки. Это первое, с чего начинается экскурсия. Какие-то птицы здесь еще ходят на этих островках, походу, гиббоны живут с ними вполне гармонично. А, вон, висят красавцы, сверху спят на дереве. Сейчас 11 часов дня, довольно-таки жарко и много туристов. Ну, еще и суббота, наверное, поэтому. В этом зоопарке 8 тысяч видов животных основан он каким-то тайским царем забыл имя в 1935 году. Будет сидеть, чешется. Черный красавец. Морковку кидают прямо в него, но он не голодный особо. На дереве сидит огромная ящерица. Не знаю, видно ее в камеру. Но она такая же зеленая, как дерево, какой-то гибкон, но только метровой длины. Пошли, дождь. Все, ты красавец. Не нападешь на меня? Обезьяны вообще, где хотят, там и гуляют. У них нет вольера, у них весь этот зоопарк вольер. Мы пока что на территории обезьян. Обезьяны, наверное, спрятались от жары. Но может сейчас и увидим парочку. Мартышка-гусар. Где-то здесь, наверное, есть. Вот моя маленькая мартышка. Она не может просто прыгать, что-нибудь не рассчитать. Это же капец, там такие высоты. По друзьям такого не бывает, да? Нет, нет. Там еще и нет ранения. Да. 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 На территории зоопарка есть дикие обезьяны и не дикие. Вот не дикие с этой стороны вольера, а дикие выглядывают из-за решетки с обратной стороны вольера. Наверное, дразнятся. Написано Red Panda. Сейчас посмотрим, насколько она Red. Спит с другой стороны. Спит с другой стороны. Она лежит сверху на деревянной конструкции, но она не совсем похожа на панду. Она похожа на вот такое существо. Рысь или енот. Сейчас посмотрим, что у нас в зоокит-зоне. На картинке нарисованы пингвины. Надеемся, там прохладно. Охотится за бананом. Пингвины реагируют на что-то яркое, если водить по стеклу маленьким бананом, они начинают за ним охотиться. Все едят. Это капюбара, самое большое грызону в мире. Поднимайтесь, ага, все верно. Наши мурики, Bocklet, пингвины. Пингвины, ага. В озеро. Возвращаемся к паре машин. Возвращемся к паре машин. Поднимаемся к паре машинам. Это дом. Единственное, дом. Какая-то полча. Не помочь. Отнимаемся к паре и янтоликам. А вы делитесь. Отнимаемся к паре. Всем приветствую. Это, что вы можете. А вы будете не можете? Сейчас уже вторая половина дня Поэтому они все Уже не очень голодные Просто лежат под водой Туша какая-то плавает Виден глаз, причем она лежит на щеке То, что не поймали богемоты, забирают обезьяны Он не словит, он еще, видимо, не научен так Большой тоже не особо ловит Он рот открыл и говорит, попадайте мне в рот Тут надо быть Никто не попадет Я думаю, это какая-то тактика, чтобы побольше набросали Потом пройдется, пособирает Маленький тот, который недавно родился Рассказывал, гид за него Смотри, у нее теперь глаз дергается Язык торчит, как ты любишь Он похож на хомяка какого-то Как называются эти медведи, я забыл Бентуронги Бентуронги Потом лежат на дереве и икают Надо им посмотреть на них Где, проходи Ой, мам, там с вами Маши хотят везти Мамы, они еще не ехали Я не елся Мамы Матагика В этом чудесном месте можно покормить жирафа Неэкономные туристы покупают и выбрасывают Мейзи, как говорится, удивительная и прикольная Пошла жара, все хотят покормить жирафа Мамы, я с вами Мне нужно по節 especially Мамы COME Мамы, да Мамы, ты Мне не может попробовать Мамы, это Мамы, это Мамы уже Мамы, я уже К Sur Мамы Вся Мамы, да Саня, на тебя. Старался самые обиженные, им ничего не достается, из-за их вроде как бы тоже длинных, но бесполезно длинных по сравнению с жирафи и мишей. Ну пока это самая интересная часть зоопарка, потому что все обезьяны и копибары и в общем-то бегемоты, это все такое, а здесь ну очень приятное душевное место, сейчас немножко разбежались китайцы, поэтому без китайцев зоопарк стал лучше. Но выглядит как котеночек. Хоть не отгрызут объективы. Что-то новенькое. Такие кадры, да? Класс. 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 Мы видели жирафов в зоопарке на Хайнане, в Парижском зоопарке, в Будапеште, еще в десятке других зоопарков, но скажу сразу, это самый контактный из всех контактных жирафи и их вольеров. Такие три самки на от今年. День в 특택. Нельзя стучать в водном бутылке, там прям на письме. После первой части зоопарка мы пришли на небольшой фудкорт, он достаточно недорогой, купить можно колу за 70 центов, например, или мороженое за столько же, мороженое за доллар. Или вот эта вся чепуха по полдоллара. Красавец. Мурленд, посмотрим, чем нас порадует. Ну, в общем, обещает быть интересным. Лемуры живут на каком-то маленьком лемурьем острове, и туда по очереди возят группы на таком маленьком пароме. Поэтому народу там немного и обещают быть интересным. Даша кормит лемура. Это няшно. Красавчик, так можно покормить лемура здесь. Он не схватит мою камеру? Привет, друг. Как у тебя дела? Дай, пожалуйста, срочно свой телефон, максимально срочно. Давай, скажи. Давай, скажи. Ха-ха-ха. Можешь, пожалуйста, взять меня из кармана и положить? Найс. Оля. Смотри на меня. Хороший? Или мурой? Оля. Хочу, чтобы он ко мне не сидел. Давай, он сейчас с тебя сядет. Вы довольны? Ну и слава богу. Свой долг выполнил. Спрашивай, посадите. Да. Ты знал, что так можно не суждать. Вань, Вань, Вань. Смотри. Подходи, подходи. Сейчас он на тебя сядет. Санечка. Ты выглядишь как лемуролюб. Расскажи, Сань, свои лемурии впечатления. Сань. Маша, ты вытяни руку сначала. Правильно. Усланки. Дашь, давай. Дашь. У него просто на животе эти. Какая еще есть? Дашь. У нас уже собрались. Нифига себе, дай. Хм. Два лица сразу. Девушка. Друг. Ты не касаешься. Друг. Ты не касаешься? Друг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Привет! Островок с льмурами тоже оставил очень приятные впечатления, как и жирафы Пока только положительные эмоции от зоопарка Контактный запорок фламинго Сказали, не позволяю, чтобы залазили в пакет Они симпатичные Мне кажется, их больше привлекает еда, чем то, что ты зовёшь их Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это огромный крытый парк Что-то мы подобное уже видели Оля, где мы видели подобное? Крытый парк большой Что-то подобное, да, было в Лора-парке В Парижском было, да Огромная металлоконструкция Сверху высота, наверное, это G9, да Это G9, сверху натянута сеткой металлической Мы уже гуляем по парку несколько минут, минут пять И нашли первых птиц Вот они стоят, каменные Звуков птиц много, но птиц нету Есть петух вот, гуляет Большие растения красивые Водопад искусственный впереди, выглядит неплохо Пошли поднимемся Пока только петухи Сейчас поднимемся на эту конструкцию с мостом Масштабно красиво, но птиц особо нету В принципе, парк достаточно атмосферный Вот какая-то мелочь Привет, мелочь Те птицы, которые мы обнаружили Радуга Радуга, это пока самое яркое впечатление За первые пять минут Пред perché не помедляется Эти птицы, которые микроугольники Сухиеدол Anymore Лwest Traх' Л cuadern Эти птицы, которые свои motοι Настые Птицы Гvolные Mini Это настоящий гром, это не местная анимация. Сейчас будет шоу купания слонов, здесь собрался весь Китай. Помещение небольшое, шоу начинается по времени в 14.10, три огромных окна стеклянных и сейчас сюда приплывет слон. Это офигенно. Какого-то хочешь поднимать должен вверх. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Прямо в воду. Субтитры делал DimaTorzok 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 Мы только что были наверху и сверху наш гид Мария кидала им рыбу Сейчас мы спустились на уровень ниже где можно посмотреть снизу как они ее едят Это рыба А бегемот не питается рыбой? Нет, нет, они же травоядные И за территорию с ними не борется, да? У них симбиоз в природе И для того, чтобы пища переварилась когда они съедают полностью не знаю, какой-нибудь бегемот или шучки и можно, чтобы процессы пищеварительные Мерзий А-а-а Мерзий Градио 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 Она увидела тебя и сейчас будет у тебя отнимать что то он понимает что ты как-то связано с едой можно я у тебя бананчик достану ай ай что делаешь ты что делаешь красавец залезли на твою территорию до ух ты черепаха за ним ловит следом на меня лебедь напал там есть это белый кенгуру альбинос на мышей похоже и 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 подвис не нормально вообще активно Он хоть что с них сделает? А вот топеренок. Ничего себе, это целый бегемот. А можно ему прямо в нос дать? Ну еду я имею ввиду, он протянет хобот свой. Я думаю, если ты ему просто прямо в нос дашь, он в ответе не остался. Прямо в нос не надо, да? Прямо в нос вряд ли надо. Сейчас будет полчаса идти шоу животных, понятия не имеем, что здесь будет, но уже точно идет мелкий дождь. Какой же дождь идет, что ли? Ну посмотрим. Плавают выдры и едят рыбу. Пока очень интересно. Посмотрим, что будет дальше. Просто ушел. Тигр схватил свинью. Пока не понятно, что вы или мертвая. Крокодила тянет. А, крокодила тянет. А, ну это не крокодил настоящий. Деревянная свинья. Прикольно. А нажмишь по этому... По рельсе. Они привязали к носу деревянной свиньи кусочек мяса и он тянет ее по рельсе. Это крокодил. Или крокодил, непонятно. Оно выглядит очень оригинально. Сейчас идет в сторону людей, очень страшно. А что это за животное интересное? Это мишки. Это рыб. Посмотри. Это мишки. Это мишки. Они лезут по тренировке. Это мишки. Если бы он упал на кого-то из нас, это был бы действительно контактный зоопарк. Тигры, как и кошки, могут лазить по деревьям. Тигр плавающий. Тайцы любят все плавающее. Только что были плавающие слоны, теперь плавающий тигр. А, ну да, кусочки мяса торчат. По всей длине этой балки подвешены кусочки мяса, поэтому он совершает такие движения. Куда ли стекла? Куда ли стекла? Куда ли стекла? Такой обзор парка сегодня у нас получился. В принципе, парк интересный, достойный просмотра. Обязательно посетите его, если будете в Таиланде. Ну и спасибо за просмотр. Подписывайтесь на нас и ставьте лайк и колокольчик нажимайте, чтобы не пропустить новые обзорные интересные видео. Большое спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok